Благодарности главы муниципалитета и городского совета получают слесари, озеленители, дворники, другие работники отрасли. На декорациях новый бренд курорта, по словам Юрия Полякова, и на сцене, и в зале, те, от кого напрямую зависит качество жизни и отдыха в Анапе. Это настроение наших анапчан, которые живут в нашем городе, в нашем районе. Это естественно настроение отдыхающих, которые приезжают к нам на курорт. Они отдыхают. Если у нас чисто, уедут нам, у нас все хорошо. От себя лично поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, успехов, чтобы наш курортный город был самый лучший. Галина Жук работает дворником в центральной части Анапы. Уже 18 лет она встает в 4 утра, заканчивает за полдень. А мы уже жилистые, привыкли. До этого трудилась мастером на заводе, признается, что без работы не может, а нынешняя скорее образ жизни и даже мысли. Построение, рабочих, труды, вот самое главное. Встал так прям хорошо и пошел на работу. Даже на чужом участке уже так привык хватать и все хватаешь, все подряд, поднимаешь. Особо отметили ветеранов. Они в первых рядах, за их плечами, десятки лет напряженного труда. Сегодня очень приятно видеть зали наших ветеранов. Вообще, благодаря их труду, их работе по созданию материально-технической базы, по созданию коллективов стабильно работающих, которые все делают для того, чтобы жизнь у Анапы была не только красивой, приятной, но и комфортной. Будет солнце и муля, мы с тобою навсегда. Именно на 50-е, 60-е годы 20-го века пришлось начало карьеры Владислава Смирнова. В 27 лет он начальник участка. В 1971 году в отраслевом министерстве дали задание ехать в Анапу. Запускайте честные сооружения на улице Северной. По мнению ветерана, одно из самых актуальных на сегодня проблем. Дефицит холодной воды можно решить за счет артезианских источников. Необходимые природные ресурсы есть. От Кубани мы совсем не уйдем, потому что водопотребление увеличивается с каждым годом. Артезианская вода – это более чистая вода. И имея источник оттуда второй, это надежное водоснабжение города на перспективу. По словам Владислава Смирнова, в его время на коммунальщиков тоже часто жаловались. С другой стороны, больше уважали чужой труд. И сегодня ветераны готовы помочь молодежи и городу в целом, прежде всего, знаниями и опытом. Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.